Всем привет! Сегодня у нас в обзоре 1 рубль Циолковский. Вот такой рубчик 1987 года. И как всегда мы с вами поговорим о нем более детально. К 130-летию со дня рождения Циолковского была выпущена юбилейная монета 1 рубль, тиражом 4 миллиона экземпляров, 170 тысяч из которых от Чеканина в улучшенном качестве пруф. Циолковский считается одним из отцов-основателей отечественной ракетной техники и космонавтики. Он был школьным учителем, ученым-самоучкой, теоретически обосновавшим использование многоступенчатых ракет и судов на воздушной подушке. Известны его работы по ракетодинамике и аэронавтике, но более широкую популярность имели научные фантастические произведения Циолковского, например, «Повесть на Луне» 1887 года. Итак, перейдем к описанию Аверса. Сверху герб СССР с 15 витками ленты, Под ним буквы СССР, ниже обозначение достоинства монеты, цифра 1, и ниже слово «рубль». Внизу у канта год выпуска монеты – 1987. Описание реверса. На фоне звездного неба и летящей ракеты изображение фрагмента памятника Циолковскому в Москве. Слева от него в две строки дата – 1857 и 1935. И полукругом надпись «Циолковский». Номинал 1 рубль. Год – 1987. Название монеты – 130 лет со дня рождения основоположника отечественной космонавтики Циолковского. Гурт – 2 вдавленные надписи – 1 рубль. Между ними 2 вдавленные квадратные точки. Дата выпуска монеты – 1987. Художник Сыромятников, скульптор Носов, тираж вместе с улучшенным качеством ПРУФ – 4 миллиона штук. Качество ПРУФ, еще раз напоминаю, 170 тысяч было выпущено. Характеристики монеты. Материал – медь-никель. Вес – 12,8 грамма. Диаметр – 31 миллиметр. Толщина – 2,3 миллиметра. Цена монеты в подобном состоянии – около 20 гривен. Если заняться чисткой, то ценник будет уже 30-40 гривен. Если выставлять на аукционы, вы уже запомнили, она у вас может уйти ориентировочной 20-25 гривен. Ну, где-то так до 30 гривен. Если качество ПРУФ в запайке, абсолютно новое состояние, нетронутое, то это уже около 100 гривен. Может быть, чуть-чуть больше. На любителя. Как найдется клиент и насколько ему нужна эта будет монета. Для начинающих нумизматов можно начинать вот с таких подобных рублей. Они недорого стоят. Их очень много. И по цене накладно не будет вам. И как раз вы посмотрите, ваша ли это нумизматика, собирать такие монеты подобные. Вот и сделайте соответствующие выводы. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, задавайте вопросы в комментариях. До новых встреч!